всем огромный привет мои друзья всем привет из канады из довольно солнечно теплой канады как вы видите у нас еще во всю теплая погода у нас еще лето очень хорошо мы этому очень рады сегодня вы знаете что я буду с вами разговаривать да вот я редко записываю видео болталки но всегда редко но метко что называется сегодня я хочу поговорить на тему вот такого последнего модного тренда самого современного и самого такого который вот сейчас взорвал весь интернет все дома моды всех любителей моды это это тренд тихая роскошь или еще старые деньги я выезжаю я надеюсь что я вам не очень отсвечиваю на солнце не очень я вам отсвечиваю я буду стараться не очень отсвечивать да что я хочу сказать по этому поводу во первых я как бы человек который я всегда считаю что все тренды это это все что было всегда существовало как бы просто это носилось кем-то как-то не очень обращала на себя внимание и кто-то решает сделать из этого какой-то тренд и вот теперь все мы будем носить только это и поклоняться только этому все будут об этом говорить все модельеры будут создавать коллекции в этом стиле все масс-маркеты масс-маркеты дома моды все будут выпускать коллекции в этом стиле вот сейчас значит это старые деньги или тихая роскошь значит такая одежда существовала всегда ну смотрите вот всегда был например бренд лора пиано который мы все знаем высочайшее качество высочайшие цены но определить на глаз что это именно вещи с коллекцией лора пиано мог только человек который который действительно хорошо в этом разбирался знал этот бренд я держу свою эту штуку потому что мне кажется что она так трожит сейчас у нас с вами вместе с телефоном и вообще будет очень трястись телефон короче и так определить на ком-то что это был бренд лора пиано мог человек либо который сам одевался в этом бренде естественно знал коллекции этого бренда либо человек который очень хорошо разбирается в моде или какой-то какой-то дизайнер или какой-то стилист который знает коллекции этих брендов или человек который вот глядя на вещь по качеству на вид мог сказать да это что-то очень дорогое не всегда это возможно иногда это надо очень близко подойти чтобы определить что это действительно вот какой-то очень качественный материал и пошита в общем короче взять в руки желательно потрогать вот и поэтому как бы он всегда существовал например этот бренд или бренд zero бренд zero который создали сестрички волсон цены были там просто знаете цены были сравнимы с самыми дорогими которые у нас на слуху дьор шанель и так далее вещи как бы не отличались скажем так разнообразием это был такой очень скандинавский минимализм которые в общем вот трудно было определить что это что-то очень дорогое опять же если только вы не являлись человеком который либо одевался в бренде zero либо был каким-то дизайнером либо был каким-то стилистом который знал опять же вещи этого бренда ну и что кто-то говорил о том что это является трендом или или о том что это какой-то маст хэп сезона нет все знали что существуют эти вещи те кому это нравилось те кто это любил они эти вещи носили и покупали за сумасшедшие деньги не ожидая что большинство населения так сказать окружающего вообще поймет что на них надето тысячи и тысячи долларов или евро в общем-то носили просто потому что это были люди которые считали что они хотят одеваться вот в такую вот одежду которая не является не имеет каких-то на себе лейблов и никто сразу не определит что это за бренд и сколько это стоит они покупали это для себя они хотели носить качественную одежду дорогую качественную одежду и в общем-то в их кругу не только хотели они могли себе это позволить и в их кругу они вращались в таком кругу где люди да действительно могли определить и оценить что на них надето а все остальные вот толпа вокруг им было все равно совершенно пофиг что про них подумают потом пошел в моду брендом брендомания вошла в моду значит тут появились гучи которые и списывали своими значками все все свои одежды все свои сумки кстати гучи очень люблю вот несмотря на это он такой кич на эти кич который костюмы спортивные все в этих джи джи и все вот это вот я все равно очень люблю гучи почему-то вот меня есть какая-то тяга вы простите я не смотрю в камеру потому что смотрю на дорогу вот появилась вот это вот брендомания что все значит один на ремнях должен быть обозначена фирма на одежде и шанель все все стали это делать все дорогие бренды они все имелись много имелось много одежды с большими надписи dior майки шанель тоже писала большие большие свои значки на все свои одежды ставила вот допустим просто платье да например платье просто платье а на нем все-таки буквочки сиси миленькие но видны это не тихая роскошь это как громкая роскошь во все горло можно сказать орет и получилось так что люди которые не хотели заявлять и считали это дурным вкусом заявлять о своих так сказать доходах о том что они могут тебе много чего позволить они не носили эти вещи а продолжали носить свою тихую роскошь свою лору пиано свою zero и так далее и что что изменилось сейчас ничего не изменилось люди которые у которых были деньги на лору пиано продолжают носить лору пиано люди у которых деньги на шанель продолжают носить шанель слогомании люди которых есть деньги на кучи Продолжают носить костюмы спортивные Gucci, которые изрисованы буквами Gigi. Никто не ошибется, что это за бренд. А люди, у которых нет денег на дорогие вещи, сказали, о, настал наш час. Не нужно теперь нам покупать фейковые сумки Gucci, не нужно покупать фейковые ремни Hermes. Мы теперь будем одеваться в стиле тихая роскошь или старые деньги. Мы оденемся во все бежевое, мы оденемся во все белое, однотонные аутфиты. Значит, такие, знаете, олдскульные какие-то пиджаки. Очень такие, знаете, старые школы. В чем заключается эта тихая роскошь? Дорогие вещи, на которых не видно абсолютно никакого они бренда. Просто очень дорогие, очень качественные вещи. Если у вас денег нет на очень дорогие, качественные вещи, то вы носите дешевые вещи, которые выглядят как дорогие, качественные вещи. Я должна вам сказать, я, человек, который носит Zara и H&M, это мои два самых любимых магазина. Я не имею ничего против масс-маркета, и я совершенно не считаю, что это не является зазорным, носить вещи из масс-маркета. Кстати, вещи из Zara носит и принцесса английская бывшая королева Кейт, и английская королева Летисия. Ну, как бы, знаете, звезды многие замечены, так что ничего зазорного в этом нет. Ну, вещи из Zara это не старые деньги, это вещи из масс-маркета, которые косят под старые деньги, под этот стиль. Вот. Но настал час людей, которым никогда не нравилось бренда Мани, или у которых не было денег на бренды. И вот они теперь, значит, в этом стиле одеваются, и, в общем, в любом масс-маркете может так одеться. Одеться во все такое, знаете, незаметное, неяркое, неброское, классического фасона, и выглядеть как будто бы вы в тренде вот этого вот тренда, извините за тавтологию, старых денег. Но, к чему я все это вообще говорю, и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что все тренды берутся неоткуда-то. Тренд на такую одежду существовал всегда. Он не был таким повальным. Он был, я сейчас приехала заправляться, поэтому я на заправке. Он не был таким повальным. Он был среди людей, богатых, которые, да, могли себе позволить задеваться вот в этих вот дорогих брендах и не выставлять, так сказать, свою роскошь на показ, свои деньги на показ. Возьмите, пожалуйста, к примеру, Стив Джобс тот же самый, или Цукер, ну, Марк Цукерберг, который всегда ходит в вроде бы дешевеньких маечках, обычных маечках, обычных шортиках. То есть, на самом деле, они никакие не дешевые. Эти маечки и шортики стоят столько, сколько вы, может быть, зарабатываете за два месяца. Но выглядит это вот совершенно как будто бы это ничего дорогого, обычные какие-то вещи. Вот это вот и есть тихая роскошь. Так вот я хочу сказать, что вы понимаете, что это всегда существовало, и это не было, и это ничего нового в этом нет, это никто не придумал. Так же, как, например, стиль Барби, который тоже ворвался в тренды, он тоже всегда существовал. Всегда были люди, которые носили розовые футболочки с сердечками, или там какие-то розовые юбочки, розовые босоножечки. Просто благодаря фильму этот тренд как бы ворвался в наш, так сказать, в наш повседневную жизнь, в наш масс-маркет, и везде теперь его продают. Но он никогда не уходил. Он как бы всегда существовал, это не было что-то такое, что вдруг появилось ниоткуда. Точно так же вот то, что сейчас как бы все носятся с этой тихой роскошью, она всегда была. И я хочу сказать, что товарищи дизайнеры и стилисты, вы испортили кайф людям богатым, которые всегда носили тихую роскошь. Никогда не надевали на себя какие-то бренды, вернее, надевали бренды, но без логотипов. И таким образом отличались от большинства людей тем, что их невозможно было сразу определить, насколько они богаты. Но теперь все это спуталось, смешалось, и теперь в этом тренде одеваются все, кому попало и не попало, все, у кого деньги есть, у кого денег нету. И людям, у которых деньги есть, теперь им как-то немножко, наверное, будет обидно, что вот как-то вот их вот эта вот тихая роскошь теперь носят все, все и покупают свою тихую роскошь в магазине Zara и H&M. Почему этот бренд вообще, почему это вдруг сейчас произошло? Ну, это не сейчас произошло, это, наверное, уже вот год. Вот вы знаете, у меня такое впечатление, что это произошло после, начало набирать обороты после пандемии. Я слышала такую версию, что, ну, когда закончилась пандемия, мы все оделись в перья, стразы и в красную помаду, на каблуках. Наконец-то мы вылезли из спортивных костюмов, и наконец-то мы смогли надеть на себя яркие, яркие, красивые вещи, которые мы не могли надевать во время пандемии, потому что мы сидели дома и носили спортивную одежду. Но это все очень быстро всем надоело, и все ушли в тихую роскошь. Вы знаете, что я... Мне кажется, что это немножко натянуто, и причина не в этом. Вот мое мнение, почему все сейчас носятся с тихой роскоши. После пандемии народ обеднел. Ну, честно говоря, давайте не будем кривить душой. В любой стране мира за последние пару лет цены выросли так, что просто, ну, как бы ни в какие ворота это все не лезет. Причем на все абсолютно. Уровень жизни сильно упал, цены на все, абсолютно на все поднялись. А уж как они поднялись на люкс, это вообще невозможно передать. По-моему, я не знаю, за последние пару лет, наверное, цены на люкс выросли в два раза. Я даже не знаю, ну, просто какие-то там безумные запредельные цифры, которые вообще не лезут ни в какие ворота. Я даже не знаю, кто вообще может сейчас себе купить вещь, там, Шанель или сумку Эрмес. Ну, есть люди, конечно, которые могут. Они всегда есть, они всегда будут, но их стало значительно меньше. И тут на помощь нам всем пришел, пришел тренд на тихую роскошь. Потому что если раньше девушка, одевшись в Заре, но надевший, допустим, ремень Гуччи и сумочку там Фенди, могла претендовать название стильной, небедной девушки, потому что у нее были аксессуары, которые, ну, являются синонимом, так сказать, состоятельности. Ну, скажем, не богатства, а состоятельности. То есть у человека достаточно состоятельный для того, чтобы позволить себе вот какие-то брендовые вещи. Сейчас количество людей, которые могут себе позволить даже ремень, даже сумку, просто значительно катастрофически упало. И для того, чтобы не было вот этой вот такой вот разницы, придумали, что давайте будем сейчас все играть в тихую роскошь. Вам не надо покупать ремень Гуччи или сумку от Фенди, чтобы выглядеть человеком, у которого есть деньги. Вам достаточно в Заре купить одежду в стиле тихая роскошь, и вы будете выглядеть, как будто бы вы надели флоропиано. Собственно, вот такое у меня заключение, и вот такие у меня мысли, откуда взялся и почему поднялась волна такая вот этого тренда, потому что просто у людей нет денег на люкс, и они теперь играются в тихую роскошь. Нет денег на логотипы, и они решили, что тихая роскошь – это их выход из ситуации, вот когда нет денег на логотипы. Я не настаиваю на том, что я 100% права, не настаиваю на том, что это единственное правильное объяснение, но вот у меня возникли такие мысли, я хотела с вами поделиться, и всем желаю одеваться так, как они хотят, во что они хотят, хоть в тихую роскошь, хоть в громкую роскошь, в бренды, логотипы, логоманию, у кого есть деньги, желания и средства, или просто большое желание, и, например, очень многие покупают сейчас люкс на ресейле, я в том числе, кстати, тоже, потому что, ну, просто платить такие деньги за новые вещи люкса, это просто, ну, для меня это просто безнравственно, аморально, я бы сказала. Вот, поделитесь своими мыслями в комментариях. Очень надеюсь, что вам эта тема интересна, и что вам она зашла, и жду ваших комментариев, и что вы думаете на эту тему, с вами была Дита из Канады, всех любую, целую, пока, бай!